Здравствуйте, дорогие господа взрослые! Здравствуйте, господа дети! Телекомпания. Наша сказка. Приветствую вас. Диана Образцова, Яна Карлсон, Ольга Яковлева, Ольга Вершинина, Марина Рязанцева. Привет! Всем привет! Мы с Мишкой вас приветствуем. Также приветствует вас оператор нашего эфира Елена Пинчук. Друзья, кто смотрит, поделитесь прямым эфиром со своими друзьями. Конечно. А как же иначе? Зачем мы постараемся? Мишка устроился. Вам видно Мишку? Да. Миша, тебе слышно меня? Да, ему слышно. Мы начинаем нашу сказку. Кто там еще присоединился? Да, компания хорошая. Хорошая компания. Мы рады, что вы с нами. Вообще, каждое время, каждое время как-то в истории человечества дает какие-то новые сказки. Когда-то был написан Буратино, как бы с привязкой к своему времени. Когда-то был написан Незнайка, особенно Незнайка на Луне был интересно написан. Когда-то был написан... Луком пахнет. Чиполина. Чиполина, вот. Чиполина был написан. В сегодняшнее время тоже диктует определенные сказки, которые нужно услышать и рассказать. Вот что мы с вами сейчас и делаем. Я пытаюсь их услышать, записать, а вы пытаетесь их услышать. И, может быть, где-то поправить, скорректировать, подсказать что-нибудь. Итак, мы вас, друзья, знакомим. Вот лайки идут, значит, все хорошо. Мы вас знакомим со сказкой «Не стреляй в городе». «Не стреляй», его друзья, это уже давно изгнанная сказка, а вот «Не стреляй в городе» это такая очень актуальная сказка на сегодняшний день, как нам кажется. Там есть герои. Ну, я думаю, что вы знакомы, конечно, с главным героем нашей сказки. Это «Не стреляй». Это волшебник, который устроился работать лесником. Есть в нашей сказке «Попадука». «Попадука», которого еще называют зверь лесным, называют «Попой». Это браконьер, который устроился полицейским. Есть майор Тупилов. Ну, очень глупый майор, вы понимаете сами. Раступилов, значит, очень глупый. Есть средства массовой информации. Это такая сорока-трещотка. Вот. Есть господа Григорьевы, защитники скверов. Есть секретарша Таня, боевая подруга нашего «Не стреляя». В общем, я напоминаю о том, есть лесные братья всякие, есть глупый министр по фамилии Паутин. Именно Паутин. Этот глупый министр, он приказал вырубить все живые деревья и заменить их пластмассовыми. Мол, пластмассовые все время зеленые, их поливать не надо, они не сорят листьями, там листопад, то есть, на самом деле, взрослый понимает, что это была простая отливка денег. Ну, дети потом с этим разберутся. Вот он приказал их вырубать, и защитники сквера вышли за его защищать. Жители с «Не стреляем». И многих из них полицейские задержали, посадили в участок. А некоторые сбежали. Вот «Не стреляй» с своей подругой Таней убежал. И параллельно еще умудрился «Не стреляй» спасти золотую рыбку. Ну, это в предыдущей серии было. Золотая рыбка ему и говорит, чего тебе там спаситель надо? А «Не стреляй» наш простой парень такой. Говорит, а мне ничего не надо. У меня все есть. У меня есть лес, в лесу ягоды, грибы, у меня есть хорошая избушка, у меня все есть, ну, ничего не надо. «Плыви», говорит, «Золотая рыбка». Вот, и никому не попадайся, это будет для меня лучшая награда. Вот такой «Не стреляй». А рыбка такая говорит, «Нет, не стреляй, не стреляй, так не годится. Неблагодарность, она только разрушает наши чудеса. Поэтому давай сделаем так. Как только у тебя появится какое-нибудь желание, ты просто об этом скажи вслух, и все. Просто сказать и все? Просто скажи вслух. И я тут же выполню твое пожелание, где бы ты ни был. «А заклинание?» спросила Таня. «Какое волшебное заклинание нужно произнести?» «А заклинаний никаких тут и не надо!» рассмеялась рыбка. «Эти абракадабры только одну пультуницу наводят. Главное, очень сильно чего-то пожелать и произнести это вслух. Но будьте здоровы и благополучны». Кувыркнулась золотая рыбка в воздухе, махнула на прощание плавниками, булькнулась в воду и исчезла. «Однако светало, зажигались утренние, а, зачирикали утренние пташки. Натинался новый день. Надо было спешить на вурочку друзей, которые, помните, сидели в пельме. Однако, не спавшие всю ночь, не стреляя, и Таня так устали, что едва передвигали ноги. Маська почти спал на ходу. «Очень кстати нашлась в парке скамейка». Что ты так сказал? Нашлась в парке скамейка. На ней наш оператор эфира посмотрел, так я, может, чуть-чуть напутал. Маська – это щенок, вдруг не стреляя. Так вот, наши друзья присели на эту скамейку, ну, чтобы чуть-чуть отдохнуть, ну, совсем немного, минут пять. Вот сидели, и не смотрели на потухающие звезды. Вот. Гладили маську и не заметили, как уснули. А в это время в полицейском участке кипела жизнь. Всех защитников сквера допрашивали протокольщики. Арестованные теснились в небольшом помещении без еды и без воды. Время от времени кого-нибудь из них вызывали на допрос. Дошла очередь и до мужа мадам Григорьевой. Естественно, мадам тоже поднялась и хотела послевать за супругом. Нормально. Но ее остановили грубые окрики полицейских. «Куда прешь? Назад! Сидеть!» Мгновенно из ниоткуда появились десятки десятка-два рук. Даму схватили и силой усадили на стул. «У Григорьева!» Тут же ладони сжались плаки. Он хотел было наброситься на обидчиков своей жены. Но героя сбились ног и швырнули на пол. «Что вы делаете? Вы звери!» кричала мадам Григорьева. Напрасно она так бросалась словами, потому что это слишком оскорбительно для зверей. Ведь мы знаем, что многие звери намного добрее многих полицейских. Очнулся Григорьев в комнате допроса. Помещение это было хмурое, серые стены отдавали холодком и пахли плесенью. Был там стол, за которым сидел и допросчики. Сам майор Тупилов и его подсобники Фрейтер Пападука, который браконьер. На столе стояла лампа, которая светила прямо глаза Григорьеву. На стене висел огромный портрет министра Паутина. «Ну, отвечай, негодяй, что ты делал в сквере? по какому праву ты там находился?» Начал свой допрос майор Тупилов. «Ну?» В тон своему начальнику завещал и Фрейтер Пападука. «Баранки гнул!» Дерзко отвечал Григорьев. «Я защищал свои деревья от вырубки!» «Какие еще свои деревья могут быть у тебя, подлец?» государственном сквере ты их купил или что?» «Эти дубы и березы посадил мой дед еще в прошлом веке», отвечал Григорьев. «Поэтому они мои и сквер он тоже мой». «Ах, вот как! Эгэ! Твой значит!» удивился майор. «Так и запишем протокол». «Так и запишем протокол», подхватил Пападука. «Бандит Григорьев посягал на государственную собственность в виде сквера». «Ничего я такого не посягал, начальник. Просто я не хочу, чтоб живые деревья моего деда заменили пластмассовыми паутинскими». «Ага! Значит, твой дед тебе важнее, чем сам господин Паутин?» «Конечно важнее». Отвечал Григорьев «Мой дед он мне кто?» «Мой дед, он же мне дед, правильно? А ваш паутин он никто». «Кто?» «Кто?» поинтересовались полицейские. «А он мне никто». «Конь в пальто!» «Так и запишем», сказал Тупилов. «Григорьев бунтовал против Паутина». «И показал себя врагом Отечества», поддакнул Паутин. «Подписывай, гражданин враг, свой протокол и отправляйся в тюрьму». «Э-э-э-э-э-э-э-э». «Ничего я такого подписывать не буду». «Что?» «Не хочешь, как хочешь». «Тогда придется очень серьезно поговорить с твоей жаной». «Я думаю, она будет намного сговорчивей, когда я с ней пообщаюсь по душам, так сказать». «Я тебе пообщаюсь». «Псина ты цепная», сказал Григорьев. «И побагровел от злости». Ладони его снова сжались в кулаки. Тупилов испугался и залез под стол. А попадал-ка быстренько нажал тревожную кнопочку. Тут мгновенно в помещение сбежала команда полицаев и стала мутузить Григорьева дубинками. Потом надели ему наручники и увели в отдельную камеру. «Фус как я устал», сказал Тупилов по подуке, вылезая из-под стола. Ну-ка, попа, привези ко мне кофейку. Отдохну-ка я чуток от допросов. А потом уж и займусь этой красоткой, женой этого бандита. Как ее фамилия, а? Э — Григорьева! — услужливо песнул Попадука. — О, у Григорьева и жена Григорьева, точно, Григорьева! — засмеялся Тупилов, очень довольный своей догадливостью. — Ох, она у меня попляшет! — Григорьева! — Ох, и потанцует! — А в это время в лесу случился полный переполох. Не стреляю в скам лесу. — Утром медведица Пелагея, как она и обещала, не стреляю, пришла в избушку, чтобы покормить питомца мазьку, ну и выгулять его. — Принесла медведица щенку и молочка, и меду, и малины, того сего, полная лукошка. — Глядь, а дитяти-то нету. Что тут началось? Была объявлена общелесная тревога. От куста до куста, от птицы к зверю металась сорока-трещотка с тревожной вестью. — Ребенок пропал! Ребенок пропал! Не стреляй, мазька, потерялся! Началась поисковая операция. Лесные обитатели сразу проверили и пронюхали, прощупали все овраги, болота, дупла и всякие коряги. Очень вышло, быстро. Нашлась, нашлись Масянкины следы, которые вели в город. Делать нечего. Решила Пелагея отправиться вслед за малышом. — Я тебе одну не отпущу. Я с тобой пойду, — сказал и муж Михаил Сергеевич. — И я дома не останусь, — отчеканил их сын Мишка. — Я с вами тоже пойду. И мы, и мы с Мишкой закачали на перебой компанию Мишкиных друзей. Ну, вот тут за Мишкиными друзьями увязались их родители. За родителями тех родителей покинулись их родители, их друзья и так далее, и так далее. Так или иначе, в город собрались идти все лесные граждане. Никто не хотел оставаться в стороне. Шутка ли? Ребенок потерялся. Я надеюсь, что нас было хорошо слышно. Чем продолжился эта история, вы узнаете. Андрей Волосов, Саратов здесь. Саратов, привет. Виктор Новицкий, Италия. Казбек Айтукаев. Салам. Лариса Лазарева, Мария Горбач. Мария Дьяконова, привет. И наша любовь из Калибленда. Вот так вот. Привет, Льбаш. Привет, друзья. Я надеюсь, что вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Покажете повтор. София Узламер. София, привет. Узламер, привет. Третья серия. Третья серия нашего фильма про стрельца выйдет не раньше, через недельку-другую. И наш выход в эфир, следующий, будет тоже, наверное, через неделю. На следующей неделе у нас не будет прямых эфиров. Сегодня вы еще посмотрите песню в 21. Потом неделя у нас будет отпуска. Не то чтобы отпуска, наша телекомпания у нас перед дислокацией. Мы должны собрать всю аппаратуру, все софиты, все камеры. Короче, следующий выход будет 4 апреля, если не помешают никакие обстоятельства. Тысяч 10 километров мы на себя все пронесем. И покажем следующую серию 4 апреля. Где-то так вот. Пишите, пожалуйста, как вам было слышно, как вам было понятно. Может, какие-то вопросы создались в процессе рассказа, возникли. Может, вы увидели какие-то неточности. Может, вам что-то непонятно. Нужно сказку снести. Пока сказка находится в таком бумажном состоянии. Вот, и все еще можно исправлять. Когда она будет уже написана, напечатана в книжке, уже будет поздно что-то исправлять. А сейчас вполне можно. Как вам? Можете рисовать наших героев. Можете нарисовать и Нестреляя, и секретаршу Таню, и Григорьева, и Масяньку, и Медведьцу Пелагею, и мужа Михаила Сергеевича. Может, они нарисуют браконьера полицейского Попадуку, или майора Тупилова. А может, они нарисуют самого министра Паутина. Кто знает, рисуйте. Вот, фотографируйте, присылайте нам. Вот, делитесь этой сказкой с друзьями. Ну, собственно, все. Встреча со взрослой компанией у нас буквально через минут сорок. Мы споем песню. Ну, тут не скрывает. Песня очень старинная. По-моему, называется «Житие этого А». Что-то такое, да? Вот. А у нас будет еще... В 21 час вы увидите, какая будет песня. Да. Что ты задумал? Каждый раз песня новая. Песня новая, она не покоряется. Интрига. Какую интригу наш оператор эфира задумал. Вот так. До встречи. С взрослой аудиторией. Детская аудитория. Пока. Пока. Пока.